Добрый день! Рада приветствовать вас на моем мини-канале. Здорово, что вы смотрите. Хочу сказать пару слов для тех, кто продает свою недвижимость. Хочу поделиться с вами информацией о рекламе, где надо рекламировать свой объект. Итак, как вы помните, если смотрели мои предыдущие видео, то есть два ключевых фактора, влияющих на продажу объекта. Первое – это стоимость. Конечно же, стоимость должна быть адекватной. Адекватной рынку вы должны были изучить конкурентов на рынке. Конкурентные, я имею в виду, объекты, которые продаются на рынке, похожие на ваши. И второй фактор – это все должны знать о том, что ваш объект продается. Значит, реклама должна быть везде, везде и хорошего качества. Итак, где мы обычно рекламируем? Конечно же, все самые известные сайты по недвижимости. Авито, которое одновременно является домофондом. Емэлэс, сайт, который одновременно является сайтом ЦИАН. Яндекс.Недвижимость, Дом Клик. Такие сайты, как Риалтидмир, например, Левиан, Из рук в руки, Шанс. Их на самом деле очень много. Я сейчас даже не смогу вспомнить все их названия. Сейчас я вам сказала о одни из самых известных сайтов. Вообще их можно найти более 50 штук. Конечно, на них стоит разместить рекламу. Стоит разместить, потому что если вы полагаетесь на сайт Авито, например, и думаете, разместив на Авито, вы продадите. Нет, к сожалению, Авито не показатель. Да, по Авито приходят звонки, да, по Авито мы видим, что люди просматривают наши объявления. Но некоторые считают Авито барахолкой, незабываемой об этом. Для кого-то Авито показатель, а для кого-то нет. Кто-то до сих пор верит такому сайту, как бюллетень недвижимости, bn.ru. Туда тоже имеет смысл разместить свой объект. Размещение там платное, но уже не такое дорогое, как было, например, пару лет назад. Сайтам, может быть, не так активно пользуются, как тем же Авито или Циан, но тем не менее есть приверженцы, так сказать, старой школы смотрят именно bn. Вот. Как еще стоит рекламировать свой объект? Конечно же, наружная реклама. Наружная реклама нужна для того, чтобы те, кто живет с вами рядом, друзья тех, кто живет с вами рядом, родственники, то есть, чтобы все соседи знали о том, что ваш объект продается. По статистике чаще всего покупают недвижимость люди, которые живут с вами рядом, либо их родственники, либо их друзья. Вот. Поэтому стоит уделить этому внимание. Что это может быть? Например, если это квартира, то баннер на окно, буквы на окно. Знаете, делают такие буквы, печатают А4 формата, одна буква, например, буковка S, сейл пишем, продажа, и номер телефона. Либо я пишу русскими буквами, например, продажа или продам, и номер телефона. То есть, каждую букву на отдельном листе в отдельный файл, и скотчем аккуратненько к стеклу приклеиваем, чтобы с наружной стороны был виден ваш номер телефона. В наружной рекламе очень часто звонят соседи, очень часто. Особенно, если вы продаете квартиру, и люди хотят, например, вы продаете трешку, а люди живут в вашем же доме, может быть, на вашем этаже, но по каким-то причинам вы не знакомы и не общаетесь с ними. То есть, увидев, что в этом же доме выставлена квартира, они позвонят и спросят. Если это именно трешка, они собираются расшириться, а у них только что родился, например, второй ребенок, и они получили маткапитал, им как раз этой разницы хватит, чтобы купить вашу квартиру. То есть, наружная реклама обязательно должна быть. Вот, что еще? И существуют местные газеты. Если вы живете в области, наверняка есть какая-то районная газета, которую все читают, которую бесплатно раздают, например, в Пятерочке или еще где-то в банках. Обязательно подайте объявления в такую районную газету. Они, как правило, недорогие, стоят рублей 100, но это очень эффективно, поверьте. Вот, что еще вам посоветовать? Если вы продаете коттедж, то хороший баннер, не пожалейте, купите, повесьте. Также, где мы еще обычно рекламируем? Ну, конечно же, расклейка. Как бы ее не ругали, как бы ее не запрещали, но она до сих пор очень хорошо работает. Расклейка – это объявления, на которых написано, например, если вы продаете квартиру. Продам квартиру, такая-то улица, столько-то комнат, ну, какие-то основные характеристики, и подпишите собственник и номер телефона, или подпишите, если вы не собственник, вы агент, подпишите прямая продажа от собственника. Еще иногда, если это интересный объект, например, дача у озера или какой-то участок интересный, то можно сделать цветное объявление с картинками, красиво придумать надпись, и вот такие объявления повесить так же рядом с вашим объектом, где-нибудь уже до станции, у магазина. А, кстати, классно работают еще какие-то листовочки, которые вы занесете в местный магазин и договоритесь с продавцом, что их можно куда-то положить. Это все работает. Вот. И если вы собственник, то, конечно же, агент, который занимается продажей именно в вашем районе, он, кладезь клиентов, то есть у него очень много клиентов, если он реально работает в определенной локации, в вашем сегменте, обратитесь к нему, расскажите про ваш объект недвижимости, наверняка у него есть клиенты. Это тоже очень хорошая реклама. Но не рекомендую обращаться во все агентства. Так многие делают собственники, думая, что если они расскажут всем агентствам о том, что продается их квартира, ну так будет лучше. Лучше найдите одного человека, который работает в вашем районе, он сам всем сообщит, он будет знать, как кому сообщать и так далее, сам договориться о вознаграждении для контрагента и так далее. Об этом как-нибудь поговорю в отдельном видео, но поверьте, так лучше, потому что когда вы рассказали всем про свой объект, кто-то даже конкретно может не начать им заниматься. Но это уже другая история. Надеюсь, вам было полезно услышать про способы рекламы объекта недвижимости. С вами была Наталья Колмыкова, риэлтор. Всего доброго.